На Псалом 51. Начальнику хора учения Давида, после того, как приходил доик и думеянин, и донес Саулу, и сказал ему, что Давид пришел в дом Ахимилеха, что хвалится злодейством сильным, милость Божия всегда со мной, гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва он у тебя, коварный. Ты возлюбил больше зло, нежели добро, больше ложь, нежели говорить правду. Ты любишь всякие гибельные речи, язык коварный. Псалом 33. Произнесен Давидом. По истории настоящий Псалом должен следовать за тем. В книге царств сказано, и был там один из рабов Сауловых в день тот. Это относится к тому времени, когда Давид пришел в дом Ахимилеха и съел хлебы предложения, взяв их от архиерея. Тогда же он изменил лицо свое перед Ахимилехом, и тот отпустил его, и он ушел. В то самое время был там, говорится, один из слуг Сауловых, Доик, сириянин, паши Сауловых мулов, который тотчас пошел к Саулу и сказал ему. Первое царство, 22, 9. Отвечал Доик и Думиянин, стоявший со слугами Сауловыми, и сказал, я видел, как сын Исея приходил в Нобму, как Ахимилеху, сыну Ахитува. И тот вопросил о нем Господь, и дал ему продовольствие, и меч Голиафа перед Семлянина отдал ему, и послал царь призвать Ахимилеха, сына Ахитува, священника, и весь дом отца его священников, что в Номве, и пришли они все к царю. Тогда по приказанию Саула этот самый Доик умертвил их всех. Напал на священников, и умертвил в тот день 85 мужей, носивших льняной ефот. И Номву город священников поразил мечом мужчин, и женщин, и юноши, и младенцев, и Волова, и ослов, и овец поразил мечом. Узнав о совершившихся событиях, Давид и произнес эти слова, не составляющие ни песни, ни псалма, ни гимна, и ничего подобного. Да и мог ли, конечно, воспевать песни или псалмы по случаю несчастья стольких иереев, поэтому и в написании псалма нет никакого наименования, здесь только сказано «конец и разума». Потому что последние слова псалма именно «я, как маслина в доме Господнем, как зеленеющая маслина, и уповая на милость Божию во веки веков», заключает в себе некоторое утешение. Итак, когда бывшего в Емельеха Давид вкусил священной пищи, и вследствие этого изменился его вкус, или, по мнению других толкователей, его характер, тогда он восхвалял и благодарил Бога такими словами «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему в устах моих непрестанно», и так далее. Теперь же, когда он узнал о предательстве доика и дьявольском истреблении стольких священников, он обращается к нему со следующими словами «Что, хвалишься, сильный злодейством, милость Божия всегда со мною, гибель вымышляет язык твой, как изощренная бритва он у тебя коварный». Упоминаемое здесь по времени гораздо раньше событий 50-го псалма, потому что это случилось и сказано еще при жизни Саула и до воцарения Давида. Много времени спустя, уже после смерти Саула и к концу собственного царствования, Давид приносит покаяние, содержащиеся в 50-м псалме. Но по причине связи с 49-м псалмом, нами уже объясненной, он поместил этот псалм прежде других, между тем, следующие до 50-м псалмы, принадлежащие Давиду, числом 20, от 51-го до 70-го, по своему содержанию относятся к другим событиям, так что, по-видимому, они произнесены еще при жизни Саула и до воцарения Давида. Так и рассматриваемый нами псалм написан при жизни Саула, когда пришел Дорик и Думеянин и возвестил Саулу, что приходил Давид в дом Ави Мелеха, до 53-й, сказал, когда приходил Зефея и сказали Саулу, «Нет ли Давид скрывается у вас?» Точно так же 55-й надписывается, когда удержали его иноплеменники в Гефе, а это именно было до вступления Давида на царство еще при жизни Саула, и 56-й, точно так же 58-й, когда, говорит, после спасал Саул, истерег дом его, чтобы умертвить его. Далее Псалом 59-й, хотя и произнесен после смерти Саула уже царство не Давида, но все-таки до его поступка с Урией, что явствует из надписания, в котором время указывается так, когда сожег средоречие сирийское и Сирию Савалскую, и возвратился яв и поразил Едома в дебре соли 20 тысяч. Это по времени предшествует покаяния 50-го Псалма. Наконец-то 62-й Псалом, сказан Давидом, когда был он в пустыне Иудейской еще при жизни Саула. И обрати внимание, что почти все Псалмы второй части книги Псалмов Давида после 50-го оказываются произнесенными им раньше, до времени его поступка с Урией. Первая же часть книги с 1-го Псалма до 49-й имеет другой характер, потому что относится к событиям, следовавшим после покаянного 50-го Псалма. Так 3-й Псалом сказал Давид, когда убегал от лица Виссалома сына своего, а он бегал от сына после события Сурии. И в 60-м Псалме он оплакивает то же самое преступление, говоря, утрудился воздыханием моим, омываю ложа мою на всякую ночь, слезами моими постель мою. И седьмой о словесах Хусия, сына имени Ина. Мог быть сказано в то же время Хусий, ближний друг Давида, находился тогда при Виссаломе. Далее 17-й относится к последним временам жизни Давида. А 37-й воспоминание и заключает ту же самую мысль, что и 6-й. Он даже и начинается теми же самыми словами. «Господь, да не ярости Твоей обличишь меня, и не гневом Твоим накажешь меня». Таким образом, этот Псалом предшествует 50-му Псалму, выражении того же самого покаяния, как и в других отношениях, так и тем, что говорит, «Ибо беззаконие мои превзошли главу мою, смердят гноятся раны мои от безумия моего». Впрочем, ты и сам, занявшись этим делом, можешь найти, что большинство Псалмов в первой части книги произнесено было после события Сурии, а следующее за 50-м по времени предшествует преступному делу. Почему же, однако, сообразно с последовательностью времени не поставлены первые по времени Псалмы на первом месте, а позднейшие на втором месте, но первые составленные еще при жизни Саула оказываются во второй части книги Псалмов, а в первой части – позднейшие по времени. Я думаю, что такой порядок принят с той целью, чтобы не переходить от высшего к худшему, потому что немногие Псалмы, именно подписываемые в конец, кажется, сохраняют свое место в порядке Псалмов. Вообще же, печальные ставятся на первом месте, чтобы на втором можно было ставить более отрадные, так что впечатление от худших выкупалось бы и сглаживалось благодаря следующими за ними и хорошими. Правда, подобно, что сам Давид свой позднейший грех хотел несколько умолить с сопоставлением с своими прежними подвигами. А может быть, кто-нибудь скажет, что он с большой предусмотрительностью поставил свои покаянные Псалмы на первом месте, так как праведный себе обвинитель. Впрочем, мы уже достаточно обсудили указанный порядок Псалмов. Теперь пора перейти и к приведенным выше словам 51-го Псалма. Итак, приведенные слова Псалмопевец пишет, узнав, что сделал доик-сириец в своей злобе против него. Поэтому и обращается к нему со словами. Что хвалишься сильные злодействия? Так, не сильный и не закоренелый во зле, сохраняя остатки добра, как более слабый в своей злобе, будет скрывать свои грехи и, чувствуя уколы совести, может покаясь и найти себе лекарство от своей злобы, восповедания грехов и искреннем покаянии. А сильный в злобе ослепляется ей и хвалится, гордясь ей как бы великим подвигом. И мне кажется, что настоящее слово описывает людей характера противоположного, изображавшемуся в 50-м салме. В самом деле, сам человек, однажды поскользнувшийся во грех, каялся и бесевал самого себя, принося исповедания грехов и оплакив свои преступления. А здесь сильный в злобе не боится посторонних обличений, но, украшаясь ей как бы добродетелью, гордится пороком, утратив стыд даже перед собственной совестью. Потому и беззаконие замышляет весь день, или даже на каждый день. А с языка его нисходят слова неправды, он не скрывает их в тайниках своей души, но возвещает их во всеуслышание, почему и сказано «Неправду замыслял язык твой». Таковы люди без стыда и открыто злословящие, или не сдержанно изрыгающие хульные слова, или злоупотребляющие ложью всякого рода и ложными клятвами, или открыто клевещущие на ближних. Одним из таких и был доик, оклеветавший Давида и Абимилеха. Как человек сильный во злобе, он носит на языке своем безбожные замыслы, не свободен от таких мыслей и слабый в злобе, но он по крайней мере скрывает их и насколько в состоянии старается помирить и заглушить их в себе самом. И кроме того, сильный в злобе и застрел лезть, как отточенный в бритву, обманывая нежными речами того, на кого замышляет, а тайно приготовляя ему гибель. Так поступал и доик-сирианин, и думеянин, находившийся в священническом городе в то именно время, когда Давид пришел к Абимилеху. Он коварно наблюдал то, что они делали, и открыто тогда ничего не заявил, показывая даже, может быть, лицемерную дружбу к самому Давиду и к священникам. Но вскоре затем он показал себя таким, каков он был, и как яд извернул скрывавшееся в нем коварство. И так он, когда представлялся выбор между добром и злом, и нужно было выбрать лучший из них, предпочел злобу. И когда надлежало ему сделать добро, избрал неправду. Он поступил несправедливо, оболгав священника и приписав ему то, чего он не делал. В самом деле, что первосвященник вопрошал Бога о Давиде, это была ложь и неправда. Ни о чем подобном писание не свидетельствует. Он мог даже сказать правду, разъяснив Саулу, что первосвященнику была неизвестна причина удаления Давида. Он принимал его как друга царя и посланному царским поручением оказал прием в честь пославшего. Затем первосвященник не давал Давиду запасов. Он и не имел столько хлебов, чтобы снабдить Давида на дорогу. В этом именно. И извинялся первосвященник перед Давидом, говоря, не было простых хлебов, но только хлебы предложения. И так он не давал запасов, но по нужде решился на большее, чем положено законом, дав ему как человеку богобоязненному, праведному хлебы предложения. 669. Разъяснив это и подобное этому доик, сказал бы правду, если бы захотел. Но он, решившись на ложный навет и предпочел неправду тому, чтобы сказать правду. И вообще, он возлюбил все гибельные речи, язык льстивый. И действительно, он постарался сделать все для оклеветания, убийства и смерти первосвященника и всех других, умершленных вместе с ним. Поэтому и называется лживые речи доика глаголами потопными, как в колодце потопил он своими речами сразу весь священнический город. Впрочем, не один доик может сделать это, но и всякий сильный в злобе, беспрепятственно пользуясь силой зла. А что ожидает такого по суду Божию, этому научает дальнейшие слова. Зато Бог сокрушит тебя в конец, извинит тебя и сторнит тебя из жилища твоего, и корень твой из земли живых. Увидят праведники и убоятся, посмеются над ним и скажут, о человек, который не в Боге полагал крепость свою, а надеялся на множество богатства своего, укреплялся в злодействе своем. Как проповедник истины, при последствии слова делается виновником спасения бесчисленного множества людей. Точно так же сильный в злобе посредством того же слова. Многим причинил смерть и гибель, разнося потопные глаголы, и действуя мечом слова на гибель людям. В особенности же, когда он не только тела убивает своими наветами, но и души их своим льстивым языком ввергает в ложное и безбожное мнение. Поэтому и сказано в одном месте. Сыны человеческое, зубы их оружия и стрелы, язык их меч острый. Салон 56.5 Таких нужно беречься больше, чем тех, которые причиняют внешнее несчастье. К числу их принадлежит и Дой, который своей ложью и клеветой погубил священников Божиих. Какой суд Божий постигнет такого человека, объясняет настоящий псалом, обращая к сильному в злобе такие слова. Потому и сторнит тебя Бог в конец. Так как ты возлюбил злобу, то за это сам судья всех, Бог, прежде всего поразить тебя в твоем высокомерии и надменности. И унизить тебя, чтобы ты уже не хвалился более своей злобой, затем исторгнить тебя и переселить тебя от селения твоего и корень твой из земли живых. Это сказано относительно Дойка, который, будучи родом в Сирии, жил среди Израиля. И, может быть, в народной толпе приходил в святой город и лицемерно участвовал в служении Богу. Но это относится ко всякому человеку сильному в злобе, причиняющему языком своим подобное мечу гибель душам. Его, как некоторый горький гибельный корень, земледелец дуждо исторгнет. Хотя бы и случилось, как-нибудь на которое короткое время он произрастет в селении Божием и в его церкви. Такой человек, лишенный чести и отринутый далеко от жилища святых, будет представлять из себя жалкое зрелище на пользу и вразумление смотрящих, которые, имея перед глазами решительный суд Божий на такового, будут бояться и остерегаться, чтобы не подвергнуться тому же. И так, приведя на память прежнее хвастовство сильного в злобе, его высокомерие и надменность, видя и последовавшие затем его унижение и гибель, они станут смеяться над ним, сопоставляясь, с какой высоты он не спал в такие бедствия. И они примут суд Божий, признавая его справедливым. 671. Потом и о причинах они размыслят, по которым потерпел это нечестивый. Оправдывая суд Божий, в самом деле не должно гордиться богатством и надмиваться суетой настоящей жизни, полагаясь только на одного Бога, как на свою надежду, и помощника, и на эту надежду утверждаться. А он оставил эту благую надежду своего спасения, возложил свои упования на суетное богатство, не заслужив ничего, кроме смеха над его суетностью и безумной похвальбою. Увидят праведники и убоятся. А я, как зеленеющая маслина в Доме Божием, и уповая на милость Божию во веки веков, вечно буду славить Тебя за то, что Ты соделал, и уповать на имя Твое, ибо оно благо перед святыми Твоими. Какой конец постигает сильного в злобе, мы научены уже сказанным. Я же, говорит Давыд, наставленный в этом от Святого Духа, никогда не превозносился ни множеством этого приходящего богатства, ни суетой этой жизни тленной, ибо суета сует, все суета, но избегая путей сильного злобы, свой язык и слова изощрял не на гибель других, а на пользу душам. Я буду, как маслина плодовитая для их спасения, и во всех делах своих я мог настолько сделаться цветущим и плодоносным, что душа моя уподобилась вечно светущему и многоплодовитому растению, насажденному в Доме Божием. Поэтому я и говорю, как маслина плодовитая в Доме Божием. Я не уклонился от Дома Божия, но насажденный в нем, как бы на поле Божием, и питаясь струями источников Дому Божием, я сделался плодовитым и цветущим, как масличное дерево, которое считается между вечно цветущими. Заметь же, что, говоря это, Давид не находился ни в Иерусалиме, который потомки иудеев считали Домом Божием, потому что не был еще и построен, ни в кине, устроенный Моисеем, тогда еще существовавший у иудеев, потому что, скрываясь от Саула, он пребывал в других местах. Однако, тем не менее, он не переставал считать себя насажденным в Доме Божием, разумея под Домом Божием общество людей, чтущих Бога. И так как он был плодовит, а не бесплоден, и приносил не горькие плоды, но приятное и исполненное великого человеколюбия, то по справедливости уподоблялся плодоносному масличному дереву. Пример этот показывает его милосердие к ближним и человеколюбие ко всем. И забивая такими благами, он далее говорит, уповал на милость Божию во век и век века. Он уже показал, каков будет конец сильного злоба, его гибель, искоренение, именно что он будет исторгнут мудрым земледельцем всех, подобно корню, производящему горькие плоды. А псалмопевец, как маслина плодовитая в Дому Божием, уповает на милость Божию во век и век века, усвояя в себе бессмертие и вечную жизнь по силе доброй надежды, которую он никогда не утрачивал, потому что надежда по апостолу не постыжает. Потом сверх этих благ, изобразив свои добрые надежды, самую причину их приписывает подателю всех благ. «Исповедуясь тебе вовек, ибо ты сотворился я. Не сам собой, говорит, я сделался, как маслина плодовитая, но ты сделал меня, потому что такова была твоя милость. Поэтому я никогда не перестану чувствовать к тебе благодарность. Исповедоваться тебе, возложив раз упование на милость Божию, я пребуду во имя Его». При доброй надежде нам необходимо терпение. Почему он и говорит? «Имя Твое прославлю перед святыми Твоими». Итак, зная, что оно благо и приносит благо не с преуспевающими возле и не с отверженными святы живых, но вместе с преподобными Твоими я буду держаться имени Твоего, твердо уповая, никогда не лишиться милости. На нее возложил я упование век и век века, по благодати и человеколюбии, устроя еще все на пользу Христа, Бога нашего, которому слава со Отцом и Святым Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.